Капитан Цубаса Они прям гипнотизировали тебя Хоть ты и не понимал текст сюжета на английском Больше сам воображал по мультику Мультиком мы называли анимацию А здесь сплошь игра-анимация Плюс любое действие показано с пафосом Будь это пас или простое отбирание меча К сожалению, переведена только вторая часть И то очень кривенько Третья часть ничем таким не отличается от прошлых двух Лишь улучшена графика после прошлых частей на Famicom Если вас не отпугнет японский язык То попробуйте это блюда Это кроссовер двухсерий из манг В стиле чиби-тиби Ну блин, это весьма неоднозначная игруля Отдает привкусам супа Который вот-вот уже прокиснет Но вроде как есть еще можно Здесь намешали биты мапа с платформером В открытом мире Напоминает и Реверсити, только более трешовая Биться с врагами не обязательно Они больше как помеха А если вступите в бой, это будет долго и весьма топорно Как будто две черепахи пытаются поцеловаться Было забавно видеть, когда противники используют твое же оружие на тебе Типа не ожидал, су Здесь довольно крутой звук удара Не совсем разобрался куда идти и что делать в начале Скорее всего вам придется смотреть чужое прохождение Но потом все становится более прямолинейно Если решите все пройти, интереснее будет это делать в кооперативе В общем, на первое что я обратил внимание, это на обложку Там была цифра 2, но я такой ок Может первая выходила на другую платформу Начал искать информацию Нашел худо-бедно статейку Где сказано, что это вторая часть серии Джо и Мак Что совсем не так Каким-то чудом японцы присвоили ей цифру 2 Когда в Америке выходила игра под другим названием Несмотря на то, что позже выйдет номерная часть Джо и Мака Теперь подумайте, как японцы выкрутятся Правильно, они обозначат следующую часть цифрой 3 Конгас самостоятельная игруля Да, она имеет что-то общее Пещерный век, сюжет почти идентичен Лишь с той разницей, что вы можете превращаться в обезьянку от урона Но все равно она никак не связана с серией Можно было хотя бы как спин-офф обозначить Однозначно нужно пробовать Может быть это не топ лучшая из лучшего Го Но очень близко к списку Ностальгия, ностальгия, ностальгия Вы возмущенно спросите И какая? Сам ты какая Ведь это же не контра, которая была у всех Не эта, не эта, не эта, не эта И даже не вот эта Вы правы, но отчасти нет Пока весь мир играл в третью часть Мы уже вовсю рубились в шестую Частица контра от СНЕС была у нас в детстве Ведь обложка ее красовалась на коробках Денди Поэтому мы с теплотой вспоминаем этот арт Наверное многие сравнивают третью и Хардкорпс С появлением эмуляторов Так как они эксклюзивы для платформ Сеги и СНЕС Не знаю, честно это или нет Ведь между ними разница в два года И тем самым можно было подсмотреть на то Что можно было улучшить Когда я начинал играть в третью То сразу приуныл от того, что нет драйва на экране И в музыке, который был в корпсе Делает эту игру хуже? Безусловно нет Потому что она придерживается больше классики прошлых частей Она сложная, но в меру Вы можете наблюдать все те же знакомые места из прошлых игр И видеть те моменты, где явно перекочевали в Хардкорпс Из минусов можно отметить продолжительность Хотя она в конце вас попытается подловить на том Что еще нужно будет пройти два раза Вряд ли вы сразу догадаетесь Что правильная концовка должна быть на Харде А наследие это живет Портировали ее с аркадного автомата Без сильных изменений Где-то изменили звук Где-то добавили менюшку В общем по мелочам Нужно пройти пять миров перед финальным шестым Где находится главарь И дело даже не в количестве аренд А в том, как они отмечены в этой няшной игре Это блин чертова пентаграма К космобанду вы можете проходить вдвоем Доступны уровни сложности Если она вам покажется легкой После гибели прямых континуумов нет Но появляется выбор арен в главном меню Ну это в какой-то степени есть Ну блин это в какой-то степени и есть континуум Между уровнями прикольные мини игры Или это бонусы Где нужно сохранять ящички от врагов Которые могут их утащить к себе на базу В отличии от аркады Хочу отметить озвучку настоящими голосами До этого я не помню, чтоб такое было на SNES И также для SNES изменили звук персонажей от аркады в мини играх И если вы будете играть вдвоем То это превратится в балл согласия Очередная копия Dragon Quest Очередная GRPG Очередной портик с PCNG PC Есть геймеры, которым нужен хороший сюжет Есть геймеры, которым вообще плевать на сюжет Обычно такие игроки сидят в мультиплеерах А я топлю за сингл Это я к чему мои юные подаваны Рыцари для жанра ролевухи неплохие Но по механике они повторяют те же игры из жанра до нее Поэтому сюжет может усилить интерес к процессу Земли не существует Человечество научилось жить на разных планетах Поэтому каждая нация сама за себя Где между собой ведут различные войны А для войн они используют наемников Из числа которых будете вы Помимо людей существуют и пришельцы Вам нужно будет путешествовать по космосу Набирать людей в свою команду Решать различные ситуации Для того, чтобы успешно вернуться домой В общем, как-то так Есть геймеры, которым нужен сюжет Вторая игрушка по Формуле 1 В отличие от того, что было раньше Здесь лучше графика и лучше музыка А насчет управления трудно сказать В гонках нужно терпение Для того, чтобы привыкнуть Сначала мне пришлось всю траву собрать с бордюрами С третьей попытки уже получалось лучше А к пятой думал, буду занимать первые места Может быть, так и было бы Если я сразу догадался, что есть тут ускорение Больше ничего про гонки не скажешь Кроме одной маленькой детали Каким-то чудом, пока скачивал ром Заметил информацию о том, что это игра по аниме Бред какой-то! Подумал ваш покорный слуга Ведь перед этим я отсмотрел полное прохождение И ничего такого не было, на что это указывало Тогда зачем было делать гонки по лицензии аниме А дело в том, что меня подвел личный список Я ориентируюсь по выходу игр в Японии Независимый эксклюзив это или нет В списке она была под названием для США Хотя порой без разницы, какой ром показывать Но только не здесь В чем же проблема? Игру кастрировали буквально наполовину Нахер убрали весь сюжет Усложнили прохождение Нет никаких модификаций машин Сократили опцию в меню Из футуристичных гонок они стали обычными Это просто пустышка Если даже проблемы с авторскими правами То лучше было не выпускать это вообще Чем позже понять, какие огрызки со стола вам достались Не особо любил игры про мехов Наверное из-за общего антуража Все обычно было блеклое и монотонное Да управление такое, как будто вы сами в нем сидите Уже не говоря о сложности Поэтому я сразу был настроен скептически Когда включал эту игру Даже несмотря на высокие оценки Для начала меня приятно удивило управление Оно мягкое Но при этом ощущается тяжесть Забавная мелочь это следы на стенках от орудий Графоний неплохой Сложность простенькая Ага, блин На втором уровне задница начинает немножечко потеть Остальные уровни уже не похожи на легкую прогулку, как в начале Чувствуется, как игра старается быть хорошей Разбавляет колорит более светлыми уровнями Несмотря на это, я пока не сильно заинтересован Но видно, что над игрой старались Так, запись пошла Да, ребят, я заболел за пару дней При этом При этом Придется Преодолжать Если у вас нет друзей, а вы любите настольные игры Это для вас Вроде бы это третья настолка, которую показываю До этого были довольно примитивные На радость Тут постарались намного лучше Ваша цель заработать больше денег для героя И путь ваш будет от юности до старости Так сказать, на пенсию Разнообразные локации Мини-игры Можно менять внешний вид персонажу Довольно много комбинаций В общем, похвально Смогут ли сделать еще что-то лучшее в этом жанре? Не знаю Посмотрим Ну че, ребята, готовы к моему охрипшему голосу? Ну, значит, продолжаем Эта серия Кхм-кхм-кхм-кхм Эта серия выходит до сих пор И ничего там нового нет Даже графика там современнолюбительская Можно было сделать что-то похоже на Mutant EO Zero Но учитывая, сколько частей издали на разные платформы Явно не качество их интересовало Но раз только вышло, то кому-то это заходит А может вообще, они единственные представители этого жанра А назвать его надо было не пошаговая стратегия А пчелиная сота Я уже показал 2 из 3 игры на Super Famicom Следующая часть выйдет через 4 года И там явно должен быть какой-то прогресс На пару недель выпуск затянется Поэтому я, пожалуй, вылечусь И дальше буду писклявить Спрайты В этом теннисе решили сделать больше Вместо того, чтобы делать вид камеры дальше Знаете стереотип о том, что большое – это медленно? Ибо движение персонажа чувствуется таким Поначалу даже двигаться придется на одной линии То есть, не нужно подбегать близко к сетке Видно, более сложные соперники будут выполнять такие трюки На удивление, если вы меняетесь местами То вид камеры остается прежний Прикольно и неудобно Ведь вы играете против компьютера Вряд ли ему есть разница Он там и там будет играть одинаково А вот если бы с другом, то здесь все честно Я больше за такую идею, чем против К тому же, мне непонятно, как тут определяют направление удара Просто жмешь на кнопку, и мяч может полететь в сетку Чаще всего это получается тогда, когда зажимаешь крестовину Перед тем, как ударить мячик Первый волейбол, который вижу Внимание, здесь и мужская, и женская лига Это хорошее видение от разработчиков И, наверное, чтобы это не казалось одинаковым Мужскую сделали в зале на 6 человек А пляжная женская лига – на двоих Разнообразие – это хорошо В мужской лиге уже готовые команды от разных стран Где уже есть характеристики команды То в женской команде вам нужно будет ее прокачивать Пляжный волейбол понравился больше Может из-за того, что там играете парами И нет такой суеты Сейчас я покажу непонятную задумку В японской версии на титульном кране стоит парень И девушка, окей У парня еще такое выражение лица забавное В американской версии он стоит один Хотя это такой же женский и мужской волейбол Почему и зачем? Дискриминация! Еще одна игра про пещерных людей Или про путешествие во времени Которую не будем сравнивать с Джо и Мак Потому что она сильно отличается Но все равно она мне что-то напоминает По моему вкусу здесь примитивная и скучная музыка Из-за которой игра может казаться однообразной рутиной Хотя игруля вполне годная Ваш персонаж может не только атаковать сам Но и сам динозавр может вломить дикарям И как же без классических прыжков на врагов? Сейчас я расскажу одну довольно пугающую историю Которая связана с этой игрой Одного парня буквально в психушку чуть не положили Поэтому без шуток Она произошла в штате Айова В городе Мейсон-Сити Парень по имени Тен Огокат Энеми Утверждал, что есть комбинация При помощи которой появлялась маска И она выступала в качестве гайда по игре Помогала она находить секреты Рассказывала о разработчиках и так далее Ребята со школы смеялись над ним И считали сумасшедшим Об этом случае даже написали в местной газете Тен утверждал, что нужно вводить очень быстро пароль в меню Нужно было быстро 6 раз нажать XXA XXY вверх на старт Нажав эту комбинацию, помни Если ты танцуешь с дьяволом Танцуй до конца песни Хватит выеховаться Ну надо же мне было как-нибудь вступить Dino City Говоря об этой игре нельзя не рассказать об обложках Есть супер фамикомовская версия Няшная мультяшная И кстати более соответствующая тому Что происходит в самой игре А вот обложка для Супер Нинтендо не такая Динозавр косухи В модных очках И шкет в кепке задом наперед Оба в кроссовках Мне кажется не хватает чего-то Огромных роботов на заднем плане Голых теток Взрывов Черепов И мамкиного финансирования Да Западные и восточные ценности В то время были разные И детям из стран Европы Например нужны были пафосные обложки Иначе видимо Картриджи они не покупали Да ну нафиг эти игры Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok